22 апреля исполняется 151 год со дня рождения человека, который успешно заложил бомбу под Россию, создал государство, от которого многие до сих пор ловят триггер, а также, к сожалению, не смог закончить Казанский императорский университет. Конечно же, речь идет о дорогом Владимире Ильиче Ленине. Ленин был, есть и будет одной из самых масштабных фигур в мировой истории. И, скорее всего, многие хотели бы с ним пообщаться. А о чем именно, мы с вами сейчас и узнаем. Берем любимый вопрос Юры Дудя. Оказавшись перед Владимиром... Ленином. Сейчас. Что вам скажется? И поехали. Если бы вы сейчас оказались перед Ленином, что бы вы ему сказали? Сказал бы спасибо за то счастливое детство, которое было у меня. Хотел бы он лежать в мавзолее после смерти. Чего не доучился? Я бы ему сказал, революция была правильной. Я бы спросил, как он организовал такую огромную революцию на всю страну. Как он сделал? Ну, какие у него там меры, попытки сначала было? Пробовал ли он до этого вообще? Ну, может, есть такие люди, которые пробуют, не получается, а потом несколько раз пробуют, и у них выходит это. Сколько раз он пробовал, и какие у него затраты ушли? Говорят, там, что шпионы какие-то немецкие были, типа, помогли ему. Вот я, наверное, спросил такие вопросы у него. Я бы ему сказал, что диктатура пролетариата – это не самый лучший выход из той ситуации, в которую он поставил наш, скажем так, народ вообще. Да, я его поцеловала бы в щеку. Он же там, да, целовался же, да, я не помню просто, точно это он был. Что можно сказать? Нельзя говорить Наполеону, нельзя говорить Ленину, Сталину, что бы я хотел у них спросить или что-то им сказать. Наверное, надо просто относиться к своей истории как к тому, что было когда-то, и уважать свою историю. А спрашивать я у него сегодня бы ничего не оставил. По результатам нашего сегодняшнего слегка затянувшегося соцвопроса мы выяснили, что реакция людей на данную персону достаточно неоднозначная. Почему же так? Хочется узнать именно ваше мнение. Ну а что сказала бы я, если бы передо мной оказался Ленин? Ну, наверное, с днем рождения, Владимир Ильич.